Думаю, как же я вам до сих пор не показала, чем я занимаюсь-то сегодня. Я же сейчас у Наташи. На улице такая погода перед дождем. Гром гремит. Шмелей молодых. Пойдем. Ведь только вышла снимать, а Наташа как чувствовала. Как чувствовала. Говорит, ну-ка, давай, иди сюда. Там котятки. Помните? Так, сейчас Наташу дойдем и покажу, что я хотела вам показать. А, они же по одиналуке у тебя сидят, да? Ага. Видала, видала такую сцену. Так это дети шмелей? Да, дети шмелей черные, молодые, видишь? Это же небольшой шмель, а молодые шмеля. Я вчера на них глядела и думала, какие-то вроде шмели, не шмели, не пойму понять, кто это. Ну, а ты, это ладно, может, перед дождем, ты пойди, что на грушах они делают. А где? Под грушами нет, я же там. И там даже я ходила. Сегодня я вместо шмелей под грушей. Нравится им лук-то? Ну, вот знаю, пацаны. Я так круто. Гремит-то как вообще красота. Я люблю такую погодку перед дождем. Это, кстати, мама их лежит. Наташа ярчайший велосипед. А здесь я делаю, наконец-то, чай из листьев яблони. Видите, они такие уже подвялились со вчерашнего дня. Вялились. Сейчас я их вот так вот руками вручную все кручу. Кладу вот в эту банку. Сейчас целую ее наберу. Тут, видите, в пакете еще есть. Все, потом так же влажной тканью закрою. Будет настаиваться не менее 20 часов. Гремит гром, скоро побежит Танька в дом. Точно, гремит гром, скоро побежит Танька в дом. Наталья стихи меня читает. Как будто там извержение вулкана. Слышите? Продолжение следует...